Вот так неспешно Голиуса врывается в историю современной медицины. После двух лет паралича она начала выполнять базовые дела по дому и уже может передвигаться самостоятельно на коляске. Медицинское чудо своими руками сотворяют ученые Казанского федерального университета, научной группы медицинского центра Дальневосточного федерального университета и клиники Мэя в США. Для меня очень много, для меня очень большой шаг, потому что я же говорю, два года я не переворачивался, не пересаживался, я абсолютно ничего не могла. Я вот себя лучше стала чувствовать все после операции, после вот этого, как съездила во Владивосток. Она была прикована к кровати после автомобильной аварии. Перелом позвоночника как приговор. Зимой 2018 года ей предложили участие в эксперименте. В его основе – наработки ученых Казанского федерального университета, клиники Мэйо из Миннесоты, научной группы медицинского центра Дальневосточного федерального университета. Это порядка пяти лет назад. К нам приехал Игорь Александрович Лавров и инициировал исследование, как раз касающиеся диагностики несохранных путей у пациента с полной травмой спинного мозга. И тогда в исследование был включен пациент как раз с полной травмой, и мы впервые его обследовали. И показали о том, что несмотря на полную клиническую травму, есть пути, которые могут быть в дальнейшем использованы для реабилитации. Голюсани – единственный участник данного эксперимента. Участие в реабилитации принимают еще два пациента со спинальной травмой. Мне позвонили перед Новым годом, в 2018 году. Позвонила Эльвира Решатова и предложила участвовать в экспериментальном лечении. Даже не экспериментальном лечении, а в исследовании воздействий тока на спинной мозг. Я согласился, потому что почему бы нет. То есть люди в травме вынуждены пробовать разные методы реабилитации, потому что нету какого-то одного способа, который может поставить. Иначе бы все были там, и все бы там вставали. Но каждый метод немножко добавляет в копилку, и в сумме может скопиться так, что человек может встать. Трем участникам эксперимента медики имплантировали специальный чип – поясничный отдел спинного мозга. Именно в ту область, которая отвечает за движение, в спинную мозг подаются электрические импульсы, которые с одной стороны запускают парализованные ноги, с другой – эхом уход в головной мозг. Одновременно ученые OpenLab – двигательная нейролебилитация – с помощью инновационной методики помогают пациентам заново сидеть и учиться ходить. Шаг за шагом мозг заново учится управлять телом. OpenLab переводится как «открытая лаборатория». Это площадка, оснащенная современным научным оборудованием и инфраструктурой, открытая как для ведущих университетских, так и для ведущих приглашенных ученых, для совместной реализации научно-исследовательских лабораторий. Патуральная электрическая стимуляция – это уже вживленные электроды, которые остаются с пациентом на длительное время. С помощью нее можно задать программу, например, для сидения, для реабилитации двигательной и так далее, чтобы помочь пациентам не только в рамках лаборатории провести восстановление, но и в рамках бытовых условий. Долгое время считалось, что спинной мозг – это только канал передачи информации. Своеобразный кабель, по которому переход сигналы из головного мозга. И при его повреждении шансов на восстановление практически нет. Российские ученые доказали, что это не так. Даже при очень серьезной травме какая-то часть нервных волокон остается нетронутой. И хотя до этого она была задействована в процессе движения, российские специалисты выяснили, как научить эти волокна передавать нужную информацию. С помощью наших методик мы можем оценить, на самом ли деле полная травма или все-таки есть какие-то сохранившиеся пути, с помощью которых мы можем активировать движения, чтобы в дальнейшем развивать, усиливать то, что имеется, и тем самым обеспечивать частичное восстановление двигательной активности у таких пациентов. На базе университета функционирует научно-клинический центр протезионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, который работает над внедрением инновационных методов лечения и диагностики населения региона в клиническую практику. Полагается, что центр станет связующим звеном между исследовательской и клинической частями ВУЗа для наиболее эффективного трансфера технологии по ранней и сверхрайней диагностике онкологических, инфекционных, иммунных и орфанных заболеваниях, методов генной и клеточной терапии различных заболеваний человека, в том числе социально значимых. Центр включает в себя центры клинических исследований с круглосуточным стационаром на 25 коек, отделение малоинвазивной хирургии, травматологии, ортопедии, гастроэнтерологии и нейрореабилитации. Невозможно проводить, скажем так, какие-то исследования, еще что-то в рамках стационара того, который пусть лечит, там где лечится и там где образовательный процесс идет, и поэтому на Волково создается сейчас совершенно новый тип трансфера технологий клиника, она будет называться прецизионной и регенеративной медицины, где будут отрабатываться все ломиксные, геномные, протеомные, клеточные технологии, то есть они будут отрабатываться в рамках научно-исследовательских опытно-конструкторских работ, поздоговорных, а потом уже транслироваться, то есть переноситься в клинику. Стоит отметить, что это не первое исследование ученых Казанского университета в области лечения травм спинного мозга. Сотрудники OpenLab генные и клеточные технологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ создали препарат на основе двух генов, который поможет восстановить двигательную активность пациента после травмы спинного мозга. Революционная разработка российских ученых защищает нейроны от гибели, стимулирует рост кровеносных сосудов и новых нервных волокон. Был у нас вариант использования плазминных конструкций, либо вирусных конструкций, несущих два терапевтических гена. Один из них отвечает за закодирование белка нейротрофического, который будет стимулировать регенерацию нервной ткани, а второй из них ответственен за стимуляцию ангиогенеза, то есть за рост новых сосудов, которые, конечно, тоже участвуют в регенерации и восстановлении ткани. Эффективность препарата показали проведенные на крысах эксперименты. Спустя несколько месяцев после начала лечения животные смогли ходить на прежде парализованных конечностях. Генную терапию и клеточную терапию мы успешно применили на крысах, а, например, клеточную терапию с помощью столовых клеток из жировой ткани пациентов мы уже успешно применили и на свиньях. У нас есть несколько патентов, сейчас много публикаций, сейчас по свиньям мы готовим новые патенты, новые публикации и, надеемся, в ближайшее время выйдем и на пилотные клинические исследования. Эти первые результаты пациентов OpenLab двигательная нейрореабилитация говорят о реальном трансфере медицинских технологий. Разработки могут уже через ближайшие 2-3 года лечь в основу нового витка в реабилитации пациентов с травмой спинного мозга.